Огромный, огромнейший сигнал к покупке биткоина появился сегодня, судя по индикатору хэш-риббанс. Помните, как 4 недели назад, во время этого падения, все говорили о полной капитуляции биткоина? И действительно, тогда мы наблюдали и падение хэш-рейта, и капитуляцию майнеров в том числе. Но я в своем видео, в котором пытался всех успокоить, инвертировал график биткоина и спросил вас, чем обычно заканчивается такой график. Что ж, ребята, теперь мы видим точно, чем. Мы вернемся сегодня в прошлое и покажем вам, что этот конкретный сигнал покупки уже происходил 8 раз за всю историю биткоина. И каждый раз он был исключительно прибыльным. На самом деле, если вы прочли этот сигнал правильно, ваша средняя прибыль при покупке после этого составила бы 5378%. К этому мы тоже обратимся более подробно сегодня. Мы выведем общий знаменатель и поделимся с вами, что это значит, как по-нашему, для цены биткоина в ближайшей краткосрочной перспективе. Тем не менее, ребята, помните, примерно через 2 недели будет халвинг. И учитывая показатели хэш-риббонс, это также может невероятно обернуться для главной криптовалюты и ее хешрейта. Мы поговорим обо всем этом в сегодняшнем выпуске. Так что лучше присядьте, а заодно и лайк поставьте, чтобы набралось хотя бы 2000, и мне будет очень приятно. И, наконец, добро пожаловать на канал Богатейший Ди, друзья. Меня зовут точно так же, и давайте перейдем к делу. Итак, вот мы видим дневной график цены биткоина, и вы, вероятно, уже помните, как многие говорили о полной капитуляции, когда цена биткоина упала примерно с 10,5 до 3800 долларов. Майнеры стали работать в убыток, и им пришлось отключить оборудование, потому что майнинг был неприбыльным при такой цене биткоина. И на самом деле этот конкретный индикатор, который есть в общем доступе, просто наберите хеш-риббонс в строке индикаторов на TradingView, подавал в это время сигнал о капитуляции. И релевантность цены биткоина с этим индикатором оказалась настолько безбашенная, что по факту за последние 10 лет истории биткоина сигнал этого индикатора о капитуляции и покупке появлялся 8 раз. И каждый раз он знаменовал исключительную прибыль. Мы конечно углубимся в этот анализ сегодня, но чтобы дать вам базовое понимание, вот этот показатель здесь, зеленая линия, это краткосрочная средняя скользящая хеш-рейта, а серая линия это долгосрочная средняя скользящая хеш-рейта. Вы знаете, что такое хеш-рейт. Скорость хеширования сети биткоина, ее можно найти на сайте blockchain.com. Хеш-рейт, грубо говоря, показывает нам производительность майнеров, которая есть в сети. Если мы посмотрим настройки индикатора, то увидим, что зеленая линия, краткосрочная средняя скользящая, это 30-дневная скользящая, а зеленая линия 60-дневная скользящая скорости хеширования. Поэтому, когда краткосрочная скользящая средняя становится значительно ниже долгосрочной, мы получаем сигнал, который на индикаторе обозначен серым кругом. Это означает полную капитуляцию майнеров. И, по сути, такое часто происходило на протяжении истории биткоина. Не только каждый раз после халвинга, но и между ними, скажем, в медвежьих рынках, когда майнеры были неприбыльными. Последний раз такое было в районе ноября 2019 года, после чего, спустя пару недель после этого, хеш-рейт снова стал расти и был сигнал о покупке, после которого цена биткоина стремительно выросла. Вообще, ребята, если вернуться назад в 2012 год и отследить данные о ценообразовании, то мы поймем, как стоит трактовать этот сигнал о покупке, который индикатор снова показывает сегодня для краткосрочной перспективы биткоина. Если мы смотрим на этот год, мы можем заметить, что каждый раз, когда загорался этот сигнал о покупке, после него мы больше никогда не видели старых ценовых уровней. Взгляните на это, например, этот уровень цен здесь в 2012 году, который начинается от 3,5 долларов, впоследствии после сигнала больше мы его не видели. Или вот этот сигнал о покупке здесь, вы тоже можете видеть, что это был ценовой уровень примерно в 6 долларов, и после сигнала мы его больше никогда не видели. Выходит, эти сигналы покупки на индикаторе Hashribbons возникают в те моменты времени, когда цена биткоина, скорее всего, будет расти в ближайшем будущем, на протяжении следующих нескольких недель или месяцев. И хотя история показывает, что это 100% так, давайте оставим себе место для сомнений, чтобы на эмоциях не терять голову. То есть на самом деле, если прямо совсем на чистоту, то, наверное, не на все 100%. Потому что первый раз это произошло, когда сигнал на покупку появился в районе января 2020-го. Тогда биткоин резко поднялся, но вдруг случилась вирусная пандемия, и в итоге у нас получилась беспрецедентная ситуация, которой в истории биткоина еще не было. Вы можете видеть, что цена биткоина на фоне этого оглушительно рухнула. А значит, фактически сигнал к покупке на индикаторе Hashribbons впервые в истории биткоина был убыточен в течение целых двух недель после него. Думаю, это можно понять, учитывая, какие исторические обстоятельства тогда происходили и происходят прямо сейчас во всем мире. Тем не менее, всех случаев этого сигнала этот пока что является единственным исключением из правил. Что я мог бы сделать прямо сейчас, это провести подсчеты и прикинуть, какую потенциальную прибыль мы могли бы получить, покупая по этим сигналам от индикатора Hashribbons. По таким сигналам, который появился снова совсем недавно на днях. Но что мы можем сделать, так это посмотреть на эту очень-очень известную статью. Я оставлю ссылку на нее в Телеграме, а ссылка на Телеграм будет в описании под видео или в прикрепленном комментарии. Эта статья была написана Чарльзом Эдвардсом 30 октября 2019 года. И в ней мы можем найти таблицу с максимальными просадками после сигнала и максимальными прибылями от момента сигнала до локального пика после сигнала. Как правило, некоторые другие индикаторы, такие как Крест Смерти и Золотой Крест, дают вам точку входа и выхода. Но индикатор Hashribbons дает вам только точку входа и только на длительный срок. Он дает вам лишь точку, в которой, исходя из исторических подтверждений, мы можем с очень высокой степенью уверенности сказать, что это очень-очень хорошая цена для биткоина в долгосрочной перспективе. И этот сигнал на покупку от индикатора Hashribbons по-любому останется в истории, присоединяясь к 8 таким же остальным сигналам. Давайте изучим эту таблицу. И если мы вернемся сюда в декабрь 2011, взгляните на это. Такое просто не выдумаешь. Если вы купили после сигнала покупки Hashribbons в декабре 2011 года, ваша максимальная просадка после этого сигнала составляла 6%. Если вы совершили покупку тогда, цена пошла максимум на 6% ниже цены покупки. Но максимальный прирост до пика, до следующей локальной высоты, до следующего локального пика, составлял 6,5 тысяч процентов. Если вы не были достаточно впечатлительными, чтобы не продать после 6% просадки все, что вы купили. А если вы купили в 2012 при максимальной просадке в 6%, то при определенном терпении ваша прибыль составила бы 5200% до следующего локального пика биткоина. Ну и так далее, здесь это все видно в этой таблице. По факту, ребята, просто чтобы вы имели правильное представление о том, что такое следующий локальный пик. Каждый раз, когда вы покупали по сигналу на покупку, следующий локальный пик был бы вот здесь. Я не нарисовал идеально, но схематически вы все это понимаете и знаете теперь, как эти цифры можно интерпретировать на графике. Если сложить все это вместе и найти среднее арифметическое, то каждый раз, когда вы покупали по индикатору Hashribbons, ваша максимальная просадка в среднем составляла всего 11%. Но если вы возьмете среднее арифметическое по всем максимальным значениям прибыли, я беру максимальные, но мы с вами же понимаем, что нельзя рассчитать тайминг так идеально, но в любом случае среднее арифметическое это 5378% прибыли после каждого сигнала на покупку по этому индикатору. И ребята, я все это не придумываю, вы можете это проверить сами на графиках биткоина. Открываете TradingView, находите график биткоина по отношению к доллару, ставите индикатор Hashribbons и проверяете. Этот индикатор связывает TradingView и Hashrate биткоина. Обязательно зацените его, тем более, что сделать это очень просто и доступно. Hashribbons биткоина исходит из общей скорости хеширования, и каждый раз, когда опускается цена, конечно же, у майнеров есть тенденция выключать оборудование. И тогда Hashrate, конечно же, падает. И мы получаем вот такие сигналы о капитуляции от этого индикатора. Однако, очень важно понимать, ребята, если мы откроем график за все время, мы увидим, что абсолютно каждый раз, когда был халвинг, Hashrate после этого падал. Потому что будущая инфляция биткоина уменьшается вдвое. Таким образом, майнеры могут стать неприбыльными, по крайней мере, некоторые из них. Потому что сейчас они получают 12,5 биткоинов за блок, а после халвинга будет всего лишь 6,25. Так что есть большая вероятность, что очень много майнеров будут майнить в минус. А значит, Hashrate может упасть, когда они захотят выключить свои фермы. Так что я вполне могу предположить, что это может привести к новой капитуляции майнеров. А значит, на индикаторе Hashribbons вполне может появиться сигнал капитуляции. Серый круг. Я просто хочу вас предупредить, чтобы вы были готовы к этому. Однако, каждый раз, когда существует рекордная капитуляция майнеров, цена биткоина в итоге безумно производительнее. А теперь, ребята, очень важно поучаствовать в опросе, который сейчас будет в верхнем правом углу экрана. Дайте знать в этом опросе, как вы думаете, цена биткоина после халвинга опустится или вырастет. Будет очень интересно узнать ваше мнение. Народный индикатор. А теперь, ребята, давайте я вам покажу то, что так давно хотел вам показать. А то у нас так много хейтеров стало у биткоина, у моего канала, особенно в эти сложные времена. Мало того, что биткоин превзошел доллар США, но даже S&P 500, индекс Dow и все остальное тоже. Если вы посмотрите на показатели доллара по отношению к биткоину с 2012 года, то увидите, что доллар США потерял 99,99% своей стоимости по отношению к биткоину. А теперь давайте откроем график цены биткоина, выраженной в золоте. Если мы на это посмотрим, мы поймем, что даже золото по отношению к биткоину потеряло свою ценность. Кстати, насчет золота, которое очень хвалит Питер Шиф, не забывайте, что этот дядя зарабатывает на его продажах. Да, золото – хорошее средство сбережения, зарекомендовавшее себя тысячелетней историей. Но в 2012 году золото стоило 1700 долларов за унцию. Сегодня, спустя 8 лет, оно все так же стоит 1700 долларов. Биткоин за это время вырос с 10 долларов до 7 тысяч, пройдя все росты и падения, все медвежьи рынки – бычьи. Так что я убежден, что биткоин все-таки лучше золота. Ну, по крайней мере, математика за эти 8 лет это говорит. Это моя точка зрения, и это вовсе не значит, что вам не стоит держать физическое золото. Напротив, это прекрасный актив, особенно если речь идет о страховке от потери покупательной способности фиатными деньгами. Но если вы хотите сделать шаг вперед, немного рискнуть, а может даже превзойти золото в 10, 50 раз или около того, это ваша альтернатива. Биткоин может быть альтернативой для вас в долгосрочной перспективе. Ну а приобрести биткоин можно на моем ресурсе exchange sumo.com. Да, это реклама моего агрегата, удобного агрегата, между прочим, где вы можете поменять криптовалюту на фиат или фиат на криптовалюту, или между фиатными валютами сделать обмен. Все это там можно сделать. Это мой ресурс, ссылка на него будет в описании. Да, реклама нынче стала дорогая, поэтому я нагло использую свой собственный канал для продвижения своего собственного сервиса. Ну а на этом, пожалуй, все, ребята. Ссылка на exchange sumo будет в описании под видео. Давайте наберем 2000 лайков под этот ролик, я ведь стараюсь каждый день. Большое спасибо за вашу поддержку. А меня зовут богатейший Ди, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте. И обязательно не болейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok